Видео подготовлено с сайтом onlinegdz.net. Задание 709. Путешествие на катере по Волге. Турист в первый день проплыл 72 километра. 72 километра – это в первый день. Во второй день 7 восьмых того, что проплыл в первый день, а в третий – 8 девятых того, что проплыл во второй день. Насколько километров меньше проплыл турист в третий день, чем во второй? Для того, чтобы ответить на вопрос задачи, нам нужно узнать, сколько турист проплыл во второй и в третий день, чтобы сравнить. Определим, сколько километров проплыл турист во второй день. Сказано, что во второй день он проплыл 7 восьмых от того, что проплыл в первый день, то есть от 72 километров. Для того, чтобы определить 7 восьмых, вначале мы определяем, а сколько это 1 восьмая часть от 72. Для этого мы должны 72 разделить на 8 равных частей. Получаем 9 километров. Это 1 восьмая. А чтобы узнать, сколько это 7 восьмых, мы должны 9 умножить на 7. Получаем 63 километра. И это километры, которые проплыл турист во второй день. День. Второе. Теперь мы можем узнать, а сколько километров проплыл турист в третий день. Сказано, что в третий день он проплыл 8 девятых от того, что проплыл во второй день. То есть от 63 километров. Тогда 63 километра разделим на знаменатель дроби. Получим 7 километров. И это будет 1 девятая от 63. А теперь узнаем, сколько это 8 девятых. 9 умножить на 8. Ой, 7 умножить на 8. 7. 7 километров – это 1 девятая. Значит, 7 умножить на 8 – это будет 56 километров. И это количество километров, которые турист проплыл в третий день. Теперь читаем вопрос задачи. Насколько километров меньше проплыл турист в третий день, чем во второй? Значит, нам нужно из 63 вычесть 56. Получаем 7 километров. И теперь мы можем ответить на вопрос задачи. Ещё раз читаем вопрос. Насколько километров меньше проплыл турист в третий день, чем во второй? В третий день турист проплыл на 7 километров меньше, чем во второй. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.